И так, и вот снова я, и наконец-то Slice of Life закончился. Чёрт, а его ведь больше не будет. Никогда. Об этом я не подумал. Ну, что поделать, я уже успел наесться им в пятом, шестом, седьмом и даже в восьмом сезоне. Ну и конечно же в девятом. Ладно, мы тут пришли обсуждать не потерю Slice of Life, а последний двухсерийник обозреть. И как я говорил при обзоре первых начальных двухсерийников девятого сезона, можно делать голосование за лучшие последние двухсерийники, ибо сегодняшние называются The End of the End, что переводится как окончание конца с будущим эпилогом. Ну ладно, давайте же посмотрим, кто всё-таки взял на себя такую большую ответственность. А это... оу, нет. Сценаристы вполне предсказуемые, это Майкл Фоггель и Николь Дюбик, но проблема в том, что там такая же ситуация, как и с концом восьмого сезона. А Дюбик что ли обиделись, что даже писать вместе финал не хотят? Просто я реально не знаю, как это расценивать, ибо по сути они писали двухсерийник вместе. Ладно, пожалуй начнём. Так, первой под лупу у нас заходит Николь Дюбик, виновная в позднем апокалипсисе в виде восьмого сезона, и... упрудоте? Ладно, если по-серьёзному, она куратор восьмого сезона, на пару с Джош Хаббером. Писала как начало, так и финал. Если рассматривать начало восьмого сезона, он неплохой, но имеет проблему в набирании темпа повествования, в виде невероятной скорости этого самого повествования. А так, вопрос уже к личности, зашла ли ему тема школы или нет. Финал. Интересный, тут не поспоришь, не такой банальный, хорошая структура, единственное злодей подкачал, а так неплохо. Ну и знаете, мы ещё вернёмся к упрудоту, задену её в одной из рубрик, а пока перейдём к следующему пациенту. Майкл Фогельд. Ларсен на минималках, такой же энтузиаст, многими идеями, но не хотящий становиться режиссёром. Он участвовал в таких сюжетно важных сериях, как конец шестого сезона, глоток свёжего воздуха, после большого потного парня в маршрутке, который к тебе всё время прижимался, по имени Slice of Life. Вытаскивает этот двухсерийник новая четвёрка героев, почему бы и нет, выполняющий челлендж без магии. Выглядело это интересно, но победа на злодея, ну, MLP-шная. Думаю, тут без объяснений. Также он помогал Дюбик писать начало восьмого сезона, выше я уже рассказывал про него. Дальше идёт тринадцатая серия того же сезона, под названием The Main Six. Ну, не такая уж и сюжетная серия, но весьма интересная, которая, к сожалению, вообще никак не вписывается в контраст восьмого сезона. Двадцать вторая серия, What Lays Beneath, всё того же сезона. Уже более подходящая по тему, но зародивший дух гармонии, который потом взорвался и ещё раз взорвал жопу у фанатов позже. А серия, единственная, которая хоть как-то раскрывает юную шестёрку, люди аж перестали бомбить в те моменты от неё. Ну и, пожалуй, восьмая и семнадцатая серия девятого сезона, серии про злодеев. Одни из самых важных в этом сезоне, поэтому Майкл Фогель максимально в теме, и тем самым доказывает то, что он идеально подходит в роль сценариста в последних серий девятого сезона. Ну а Дюбик, я даже и не знаю, она просто здесь есть. Ну ладно, у неё неплохие двухсерийники, а большего и не надо. В общем-то, потихоньку начнём. Итак, синопсисы, которые на самом деле никто никогда не читал, и вообще намеревался когда-либо читать. Плюсом это всё может быть фантазией Руслана, а не официальным синопсисом. В общем, давайте приступим. Злодейский альянс устанавливает свою власть в Эквестрии. Знаете, ощущение завершения всей этой эпопеи ощущается прямо везде. Даже в синопсисе. Фанатам уже лень написать что-то больше одного предложения, а официальный синопсис существует или не существует, никому неизвестно, да и мало кому он нужен. И от этого скорее даже как-то грустно, чем смешно. А какую информацию я получил после прочтения? Ну, то, до чего можно было догадаться при просмотре первой серии этого сезона. Злодеи атакуют. Невероятно. Ладно, может второй синопсис спасёт ситуацию. Главное, шестёрка сражается с самыми опасными противниками Эквестрии. Мдаааа, знаете, смотря на синопсисы финала первого сезона и синопсис финального двухсерийника девятого, невольно задаёшься вопросом, что пошло не так? В чём проблема? Как это исправит? И имеет ли это смысл? Мне реально нечего сказать. Эти два синопсиса описывают любую заварушку. Приходят злодеи, потом приходят добрые и сражаются. Невероятно. Зато эти синопсисы ничего не спойлерят, потому что понять что-то конкретное из них нельзя. Жесть, конечно. Но ладно, перейдём к тому, к чему, собственно, пришёл зритель. А именно к обсуждению и обозрению серий. Что ж, знаете, в чём проблема этого двухсерийника? Забавно, конечно, так начинать рубрику понравилось, но всё же, если не догадались, я вам подскажу. Это двухсерийник, сделанный фанатами. Вы сейчас недоумеваете, ведь Николь Дюбик и Майкл Фогель не просто какие-то фанаты. Да, но фанаты на них повлияли. И вот как. Старые злодеи есть. Сделать какой-то невероятный сюжетный поворот, который в итоге всех удивит, есть. Эпичная драка, да даже две. Не перевоспитать злодеев, тоже есть. И знаете, возможно, это кому-то понравилось. Кто-то же писал это в комментариях финала пятого или начала шестого сезона, поэтому эта тема сюда подходит. Ладно, теперь вернёмся к обсуждению. Скажу сразу, каждая похвала имеет какой-то подвох, поэтому если я буду повторяться в следующей рубрике, просто знайте, что у этого есть две стороны. Итак, невероятный сюжетный поворот с Грогором, который, как мы поняли, нифига не Грогор. Знаете, функцию удивить этот твист выполняет, но как это потом объясняется, мы обсудим чуть позже. И, пожалуй, то, в чём я в принципе уверен. В этом двухсерийнике происходит кульминация, эм, как бы это сказать, волнение Твайлайт. В двухсерийниках она уже вполне готова стать принцессой всей Эквестрии, и вообще перестала подавать вид неадекватности из-за этого самого волнения. В общем, это то, за что я могу похвалить этот двухсерийник. Дальше пойдут уже больше деталей. Ну что ж, не забыли про студентов, которые сделали свой финального твиста. И всё. Почему бы и нет, они были вполне полезными в этой битве. Наверное, и в сериале. На этом, как бы, их функция в нём заканчивается. Также тут были столпы, но они пытались. И, в общем, тут были все. Все нами знакомые персонажи. Было приятно встретить каждого, даже неожиданно для меня Стронхард из первого сезона, о котором вообще забыли. Появить там алмазные псы или Филамина, можно было бы получить ещё большую дозу ностальгического кайфа. Так, работая на станке, на этом мои мысли заканчивались. Но можно ещё, пожалуй, отметить тему с магией Дискорда. То есть, магия хаоса. Никто, кроме Дискорда, её использовать не может. Поэтому, тем самым, закрыли сюжетную дырку, которая могла бы возникнуть в этом сериале. Вот прям без проблем. Такое частенько бывало. Что там у нас дальше? Бесполезность принцесс, которую смогли скрыть за бесполезностью всех других. То есть, победа над принцессами выглядела не так натянута. Но и, в принципе, они всячески помогали нашим героям, как могли. То есть, с этим тут получше, чем у других двухсерийников. Как вы заметили, я перешёл уже на более приземлённые и не такие важные темы. А это довольно плохо. Что-то ещё понравившееся мне здесь выделить будет довольно трудно. Весь этот двухсерийник выглядит как большая драка и два больших диалога, которые, по сути, примитивны, но они уже приелись за 9 сезонов. Ну а Эпик, не знаю, слышали ли вы моё мнение, а хотя да, вспомнил. И вы скажете, что это хорошая битва? Поверьте, в даже степенном аниме сражение будет куда динамичнее. В общем, как-то так. Перейдём к следующей рубрике, в котором простор у меня будет ну очень большой. Я уж успел смену проработать, пока я это всё обдумывал. Хм, даже не знаю, за что первой взяться. Пожалуй, начну с моего пророчества, о котором я мог, наверное, говорить на своих стримах, хотя и не факт. Но моё близкое окружение точно об этом знает, а именно то, что я предсказывал. Этот двухсерийник будет сумбурным, быстрым, там-тарам-шарам, то-сё, пиф-паф, и ничего не понятно. Так оно, по сути, и получилось. Невероятно много героев, невероятно много темно, летело на 44 минуты, и двухсерийник не смог нормально всё это впихнуть в себя. Из-за этого вытекают мои будущие претензии. Начнём, пожалуй, как бы это назвать, тупости населения Эквестрии. Сейчас попробую объяснить. Просто даже не знаю, откуда начинать. Начну я, пожалуй, с того, что поняхи жили в мире и гармонии больше тысячи лет. Ни у кого никогда не возникало расовых проблем за это время. В обществе пони вообще должно было исчезнуть такие понятия, как единорог, земной пони и пегас. И остаться только пони. Понимаете, они даже каждый год уделяют этому празднику один день. День согревающего очага, чтобы никто никогда не ссорился. Но раньше он выполнял эту функцию. Сейчас это просто больше повод провеселиться и провести время с семьёй. Но вот стоило двоим злодеям пустить пару служков, подгадить тут и там, и тут бац, тысячелетняя гармония уничтожена. Причём идеально по сценарию сказки. Типа, чё, как, почему? Понимаете, для этого явно нужны годы, невероятное количество времени. А они это начали делать, ну, допустим, 17 серии. Как раз тогда им пришла в голову эта идея. Но этого мало. Этого не чувствуется в серии. Да и во второй части этого сезона. Все пони жили, как жили в 23 серии. А потом, наверное, прошло 10 лет, и мы переместились в 24 серию. Ну, камон, эта штука вообще не работает. Так, что там дальше? Ах да, злодеи. И как с ними поступили? Здесь, я уверен, уже виноваты фанаты, которые кричали, не дай бог, вы кого-то ещё перевоспитаете. Хорошо, сказали сценаристы, и закатали в камень маленькую пегаску. Вы понимаете, для формата 6+, её буквально распотрошили перед всеми. Просто рейтинг не позволяет этого сделать. А они бы это сделали. По сути, они убили маленького ребёнка по просьбе фанатов, сценаристов и изверги. Как маленький мультик про пони вызвал такое желание у фанатов? Вы просто представьте, что они уже примерно 20 лет стоят нетронутыми у Твайлетт во дворе. Все дети, что примерно одного возраста были с Кузиглоу, уже выросли и родили детей. А она таки осталась ребёнком навсегда, в каменной пижаме, и больше её никто никогда не освободит. И знаете, в данном случае у меня сработал визуальный инстинкт. Я увидел, как маленькую пегаску закатали в камень. Но герои понимали, что делают. Они понимали, что без этого никак. Неужели Кузиглоу была настолько запущенной девочкой, что её больше ничего не исправить? Что должно было пойти не так в её жизни? И знаете, Джим Миллер никак не комментирует её прошлое, или по сути, что должно было стать мотивацией. И у нас у всех остаётся лишь жалость к ребёнку, которого беспощадно убили на глазах у всех жителей Эквестрии. И знаете, даже Кризелис жалко. Помните, в конце 6 сезона она практически подалась дружбе? Она прочувствовала её в 8 серии 9 сезона, но её также убили. Хотя она и кидалась, хотя тут тоже непонятно, всё уже потеряно, сдавайтесь, но похоже нет. А что Тирек? Просто интересный, харизматичный кентавр, который очень много знал, и я уверен, он бы смог найти себя среди поняшек, но они ему не дали. Жалко, очень жалко этих ребят, я реально больше переживал за злодеев, нежели за всех остальных. Я увидел печальный конец, где их всех просто поубивали. Очень эмоционально получилось. Ну и пожалуй Твист. Да, и он не без грехов. Начну с самого, наверное, глупого, что мне пришло в голову. Делая Грогора Дискорда, сценаристы избавляют от прописания персонажа Грогора. То есть, хоба, это был Дискорд. А значит, нам не надо прописывать Грогора как персонажа. И это был Дискорд. Ну ладно, звучит бредово, я понимаю, но вот зачем это сделал Дискорд, выглядит еще бредовее. Понимаете, возможно, Твайлайт мало рассказывала Дискорду, как она побеждала все и вся, хотя, да, она сама об этом потом забыла. То есть, ну камон, он даже не хотел по одному выманивать и уничтожать все зло, что оставалось в Эквестрии, а просто придать Твайлайт самоуверенности. Серьезно, при первых трех просмотрах без субтитеров, я думал, Дискорд просто хотел попробовать себя в роли Твайлайт и переобучить всех злодеев разом, заставить работать их дружно, чтобы потом, кроме этой самой дружбы, их больше ничего не интересовало. Но просто что-то пошло не так, и этот косяк масштаба Дискорда. Дискорд дух хаоса, собственно, и косячит по крупну, вон в прошлой серии какая дылда выросла из посланий, но нет. Ладно, я могу еще много рассказывать, что мне здесь не понравилось, но боюсь, я испугаюсь это потом все монтировать. Поэтому перейдем к удвоенной рубрике придирок. Ну что ж, погнали! Как перевернуть все мировоззрение за 15 секунд? То есть они пытаются понять, что там написано все 7 серий? Да блин, там даже картинки для тупых нарисовано. У них же копыта. Хо, не знаю, Кози, он всего лишь расскажет всем, что случилось. Так, стоп, на заднем плане увозят трон Селестии, а значит трон Луны тоже вытащили, но не в этом суть. Эти стулья там стоят со времен Увика, то есть им от силы плюс-минус 1-2 года. Вопрос, зачем они вообще были нужны? Немного дотерпеть не могли? Ну, у Спайка был выбор либо на улицу, либо с Твайлайт. Так, стоп, в эпилогии, как бы это сказать, создали из других корон. Как понять подогнать? Нифига себе, вообще-то Лемонхард, там твоя подруга, будущая правительница Эквестри. Но ведь правители это не только защитники. Рарити, ты уже их сшила, я уверен, чуть больше 10 тысяч. Было бы забавнее, если бы он просто кремлялся и пытался говорить разными голосами. Говорит, это большой красный кентавр, который высосал у него силы и спокойно ломал свои деревья. Че-то она не стерлась в порошок. Ну, они были в Лимбо, поэтому, по сути, время там не шло, а значит, они не выдерживались веками. К чему гуманность? Когда она успела повеселиться? С ее-то возрастом. Да, Спайк, сожги эту маленькую девочку. Этот эпичный момент мог бы быть реально эпичным, если бы кто-то реально помер, но рейтинг всех посадят в тюрьму. Ха, точно, они же никогда не находили выход из самой жопной ситуации. Вот никогда. Знаете, в чем прикол? Система защиты сделана в 200-й серии, уже реально больше вредит, нежели помогает. Позже Эплджек пришлось выламывать стены, чтобы сбежать. Что за внезапная лорная информация, которая спасает Эквестрию? Поздравляю его, в очередной раз не смогли убить прямым попаданием лазера. Мне уже кажется, что они собирались их там зачкотать до смерти. Ух, нифига себе, народ Эквестрии уже требует от них спасения. В этом двухсерийнике перемещение происходит мгновенно. Вот они в Контрлоте, в Пани Вилле, в Кристальной Империи, будто за хлебушком вышли прогуляться. Твайлайт, я уверен, в книгах не будет абзаца, как выведет Тирека, Козиглоу и Кризарис. Ага, единороги балуются магией. Точно, рассказ про день с игривающего очага, именно это и говорил делать. Да потому, что вы и без них справились, или вы думаете, что это вам Дискорд наколдовал? Хотя, по сути, они так и думают. А Кейденс? А, ну и конечно, они телепортировались. Лазер их специально огибает. Угадайте, что? Да, лазер, который не убивает. А, ну все, как бы смерть, но в следующих кадрах с ними все в порядке. Большой взрыв, и Флати лишь теряет равновесие. Ха, ну хорошо. Ого, Йона в 16 серии девятого сезона в соло своим топотом роняла как минимум двух поней. А тут табун взрослых яков, тут должны были разойтись тектонические плиты. Ха, ну да, все начали слушаться каких-то ноунеймов. А целус не взяли на вечеринку. Вот и конец. В начале видео я говорил, что еще упомянул Прудец. Я хотел его напомнить в рубрике не понравилось, но материала набралось на 4 минуты, поэтому я как-то даже и забыл. Но обещание надо сдержать. Так что, понимаете, тема этого самого нового Древа Гармонии, не раскрытого второй половине девятого сезона, никак. Просто представьте, что ничего, что ждет людей после смерти. Все это про новое Древо. Его будто и не было в сериале. Просто я это к чему? Можно было, например, сделать 10 секундный пролет камеры над этим местом и просто показать, что туда прячутся ученики школы дружбы. И все. Тема Древа как защитника будет раскрыта. Да, через жопу, но закрыта. А так вообще ничего. Ноль. Ладно, не хочется продолжать в этой рубрике. Рубрику не понравилось. Какой итог можно здесь подвести? Знаете, этот двухсерийник имеет уйму серьезных проблем. Но знаете, хорошо, что эти двухсерийники по сути не являются финалом. Финал как раз будет в эпилоге, где мы будем прощаться с персонажами. То есть, возможно, сценаристы хотели сесть на все стулья сразу, когда создавали финал. И когда они поняли, что получится мишенина всего и вся, они решили откупиться в эпилоге. И знаете, это сработало. Это гениальный ход, который смягчает восприятие финала МЛП и делает его намного лучше. А что, двухсерийник, мишенина всего и вся, куча банальщины и масштаб. Огромный масштаб его значимости. Но это все можно увидеть, если вглядываться в двухсерийник. Если его смотреть на расслабоне, то ты будешь получать кайф от масштаба и происходящего на экране. Как только попытаешься задуматься, это обычно плохо кончается. Как-то так. Ни рыба, ни мясо. Сами виноваты, что налепили кучу Слайс оф Лайфа под вторую половину сезона. Из-за чего половина двухсерийника не чувствуется. Ладно, с двухсерийником мы покончили, а впереди последняя серия сезона да и вообще сериала. Взялся за это дело Хабер, собственно тот, кто виновен во всем сэрборе второй половины. Поэтому посмотрим в следующем обзоре как у него вышло, так сказать, закрыть сериал. А пока всем пока.